Народными песнями и хлебом солью участники ансамбля встречали гостей с теплохода Карл Маркс. Неделя в пути, 7 городов и 30 специалистов с 6 крупнейших московских медицинских центров. Акция «Волна здоровья» уже в третий раз достигает берегов Тверской области, однако в столицу Верхней Волжье судно с медиками из Москвы прибыло впервые. Благородная миссия «Волны здоровья» позволяет получить медицинскую помощь многим пациентам с очень тяжелыми, врожденными заболеваниями, пороками сердца, нарушениями зрения, слуха, эндокринологическими проблемами. Медицинский десант, который в воскресенье высадился на Тверских берегах, оказался поистине впечатляющим. Прием пациентов в этот день вели ведущие медики из Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, научно-клинического центра от ариноларингологии, межотростливого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени Федорова, СНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, эндокринологического научного центра, а также научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии. Они прибывают, чтобы посмотреть, проконсультировать наших детишек совместно с нашими педиатрами и гинекологами. Если будут выявлены какие-то серьезные, сложные случаи, которые нет возможности, например, помочь у нас в Твери, то, конечно, они будут уже приглашены в московские клиники. Главная задача, которую ставят перед собой организаторы акции «Волна здоровья», заключается в диагностике детских заболеваний. Именно поэтому подавляющее число пациентов, прием которых велся на борту теплохода «Карл Маркс», составляли дети. К примеру, Оксана Рябкова вместе с сыном Русланом приехали к московским врачам из Весегонска. У мальчика проблемы с питанием, а потому семью направили на прием к эндокринологу. Спасибо большое нашему педиатру Татьяне Васильевне Зангееве за то, что заботится о наших детях, за то, что предложила попасть на такой корабль. Плохо ест он. Поэтому она решила, что нам нужно к эндокринологу попасть. Много пациентов в этот день ожидало приема и специалистов Центрального научно-исследовательского института стоматологии челюстно-лицевой хирургии. В их числе семья стерлюгиных. У Светланы, дочка Ирина, родилась с зайчей губой. На сегодняшний день все операции у девочки сделаны, а потому визит к московскому специалисту можно назвать плановым. Нам сообщили в поликлинике в нашей и предложили. Мы согласились. И сразу все. Нам в первую очередь нужна консультация. Нужны ли нам, требуется ли нам дальнейшая операция, что-то изменения какие-то или нет. Как отмечают специалисты, которые осуществляют прием пациентов в ходе подобных акций, неудобства при работе на теплоходе они не испытывают. Несмотря на то, что условия можно назвать походными, консультативной работе они ничуть не мешают. К примеру, сурдолог Атарина Ларинголог Васиф Мамедов за время стоянки в Твери принял 7 пациентов. Это дети в возрасте от года до 18 лет. Они приходят к нам или на консультацию, то есть что им делать дальше, куда им облачаться. Приходят, как я говорю, уже проверено, диагноз уже подтвержден. Если нет каких-то исследований, мы направляем, в какие центры им лучше пойти, где у них сделать исследование. И как им дальше просто идти по этому пути. Если врачи на теплоходе вели прием в переоборудованных каютах, то специалистам научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии были предоставлены просторные кабинеты областного перинатального центра. По предварительной записи к московским медикам могли попасть женщины группы высокого риска, репродуктивного возраста. Всего более 90 пациенток. В числе врачей, которые консультировали в этот день, были гинекологи, детские гинекологи, специалисты ЭКО, а также врачи функциональной диагностики. Здоровая мама, здоровая малыш – это наш вклад в репродуктивное здоровье именно Тверского региона. А это потенциал репродуктивный, он будет экономический, физический и так далее. Поэтому здесь тесная взаимодействие как преемственность федеральных центров и регионального центра в дальнейшем на качественную медицинскую помощь. В общей сложности за 6 часов работы специалисты федерального центра проконсультировали около 200 человек из Твери и Тверской области. Кроме того, в рамках акции «Волна здоровья» в городском саду прошли спортивные состязания, соревнования на ловках драконах, турниры по самбо и функциональному многоборью. Кульминацией праздника стал забег марафонцев, стартовавший на Советской улице. Никита Васильев, Виталий Осипов, Твереград ТВ